Я хотел, знаете, о чём с вами сейчас поговорить? Вот я мучительно всегда ищу объяснение многих вещей в истории. Я считаю, что всё повторяется, вообще всё повторяется, и надо хорошо знать историю. Вот мы говорили о вашем отце, о его близости к Сталину и к Молотову, но вы ведь тоже мальчишка, и вы общались с Молотовым, потому что у вас дачи были рядом, когда Молотов уже был в отставке. Рядом, да. Молотов был в отставке, и вы с ним проводили время. Вот скажите, пожалуйста, человек, вершивший судьбы десятков миллионов людей во всём мире, вот что это был за человек? Ну, вы знаете, я его уже знал на пенсии, и он тоже был такой страдалец, потому что это был Мидовский посёлок неподалёку от Шкаловска, вот там, где потом был этот аэродром уже мощный и известный всему миру. И там вот такая была барская усадьба, а ещё построили такие советские дачики. И вот Молотов жил на нагрызке такой барского дома, а мы жили в советской даче, ну, прямо рядом-рядом. И Молотов каждый вечер, вот этот весь август, он приходил ко мне, у меня был приёмник, радиоприёмник, норвежский, ярко-красный транзистор, и мы слушали с ним «Голос Америки» из Вашингтона по-русски. Это, конечно, было настолько вообще парадоксальное зрелище. Он, правда, никогда не слушал комментариев. Он вставал и уходил в новости, слушал каждый день в 9 часов вечера неуклонно. Просто выходил, мы сидели на скамеечку, жалко, что никогда не удалось сделать какую-то фотографию. Но он бы, наверное, и не допустил. Он был в шляпе, он был без глазок, но с тростью, опирался подбородком на трость и внимательно слушал. Это был человек, внутренность которого пробраться было нельзя. Мне было где-то 13 лет, 12, почти 13 лет. И я, конечно, тоже, как и вы, сейчас понимают, что это второй человек, и всё. И там случился такой эпизод, который может всё как-то расставить по местам. Там в конце августа в Веруте студент, значит, уже в университете, или заработал, или готовился, они забросали полицию коктейлями молоток. А молоток сидел справа от меня. Я его называл дядя Слава. И я ему обернулся и говорю, дядя Слава, что такое коктейли молоток? Вот, а он, значит, вот и есть называтель этого, название этого коктейля. Он так на меня посмотрел и говорит, а пустяки, сказал мне, пустяки. И тут всё как-то потом, много лет позже, раскрылось, что дело в том, что он жил какой-то той самой запредельной жизнью, то есть он как-то летал на каком-то такой, на какой-то такой своей фанере, когда в общем, в принципе, вот, значит, несчастье с женой, что она сидела в ГУЛАГе, кстати, там мама моя с ней много раз разговаривала вот в это лето, и она была абсолютно, абсолютно сталинистка, и говорил, Сталин умер, коммунизм закончился. То есть она ещё с ней в больнице целые месяцы лежала. Она была абсолютно убеждена, после ГУЛАГа убеждена. А Полина, как вы знаете, была первым человеком, который освободили в тот же вечер. Берия освободил, да. В тот же вечер, в смерти Сталина. Полина была абсолютно права, кстати говоря. Действительно, умер Сталин, кончился коммунизм. Лодка перевернулась. Раньше все служили коммунизму, а дальше коммунизм стал служить элите. Что это за люди были? Её посадили, она сидела, и она боготворила Сталина. Это вообще на годы было. Да, вот они вот летали на такой фанере. Он, наверное, был туповатый мужик, но это уже скорее по истории. Его звали «железная задница» и «каменная жопа молотная». Ленин его так называл, да. Да. Но мне он казался человеком таким очень грустным, таким потерянным. Ну, его же Сталин вообще называл американским шпионом. Чего так не было-то? Жена сидела. Отец мой говорил, что он очень сильно изменился, когда посадили жену, стал такой кислый, недовольный. Вообще кислятина в нём была. Он, видимо, был человек, который, естественно, был не на своём месте, но очень много повидал. И я думаю, что он бы мог рассказать, если бы у него получилось. Но то, что там Чуев написал, всё это ерунда такая, в общем-то, поверхностное явление. Я бы сказал, что вообще в какой-то степени это была модель того самого человека, которая потом пришла в жизнь в качестве советской и постсоветской элиты. То есть человек, который, в общем, в принципе, был бесчеловечным, безусловно. Но человек, который переживал за свою жизнь, наглотавшую большое количество власти и отчасти славы, и в то же время страха. Потому что, вы знаете, ведь отец, когда работал с ним, последние две недели до смерти Сталина у него уже снимали гардины, занавески в кабинете, лампу снимали у молотов. И было ясно, что ещё две недели мне папа бы пошёл в лак, и я бы вместо чёрной икры сидел где-то в Казахстане, наверное, с мамой в лучшем случае. И когда к нам домой пришёл Акуджава как-то, и разговариваясь о смерти Сталина, мама сказала, а я плакала вот весь день. А Акуджава, конечно, не плакала. И вдруг мой отец, помощник, молотов, говорит, а я тоже не плакал. Я знал, чем это могло кончиться. Так что вот вам история, которая говорит о том, что иногда тщеславие, иногда воля к власти бывает важнее всего. И тупость может она заразить вот этим таким невероятным тщеславием. И с другой стороны, мы привыкли как бы анализировать человека каких-то коммунистических идей. А вот народилось огромное количество совершенно других представлений о жизни. Они всегда были, безусловно, в истории, но мы просто как современники увидели вот эту абсолютную бесчеловечность. То есть это просто настолько пронизывающая бесчеловечность, что она действительно берёт оторопеть. А всё-таки тогда, подождите, а что мы тогда знаем про человека? Ведь нам всё-таки даже древние греки пытались достучаться и говорили, вот посмотрите, тут боги могут всё вообще разорвать и нарушить. А мы как-то говорим, ну это миф, это сказки. И вот сказка стала жестокой реальности. Вы знаете, ну что интересно, внук Вячеслава Молотова, господин Никонов, внук Молотова. Да, я знаю. Да, уже целый ряд лет он возглавляет Комитет Государственной Думы России по международным вопросам. Надо сказать, что как-то мы давно ещё в вегетарианские времена встретились с ним, и он мне сказал, ты пользовался благами моего деда, а я нет. Потому что мы-то действительно сидели на кремлёвских сосисках и на свежих огурцах в Венбаре, а он уже был, значит, общался с опальным Молотовым. То есть вот такая вот тоже была история. Ну, конечно, когда есть опал, то тогда хочется восстановить, вернуться, возглавить международный дед. Всё понятно. Спасибо.